Это не озеро и не водоем. Здесь нет ни грамма воды, лишь жидкие химические отходы. Скопление случайно обнаружили жители дачного кооператива в поселке Турлатова. Она находится по адресу Ряжское шоссе, 22-2. В ходе наблюдений стало понятно, что ежедневно сюда привозят более 30 бочек. Это серная кислота, соляная, полиол и многое другое. Активисты направили обращение в прокуратуру. Мы прошли на территорию Экошлаг и обнаружили там ядовитые отходы, кислоты. Кислоты разные, аммиачные, селитры, серные. Все эти кислоты тоннами, тоннами просто берут по земле, сливают вот в это сооружение. В 1965 году это был большой овраг, шлаковый накопитель завода химволокно для материалов, которые остаются после сжигания отходов. Здесь все было оборудовано настолько грамотно, то есть с одного попадала во вторую жидкость, там отсеивалось, тут просеивалось. И потом насосная станция была, которая все перекачивала в специальное сооружение. Ну а сейчас, на данный момент, предпринимателями все это разрушено, трубы порезаны, сданы в металлолом. То есть все это просто льется на землю. Теперь сюда начали сливать ядохимикаты. Овраг уже переполнен. По трубам жидкость стекает в соседние углубления. За время работы нашей съемочной группы в воду прямо по земле слили более 10 бочек с неизвестным содержимым, предположительно мазутной смесью. По словам местных жителей, каждая бочка – это одна тонна вещества. Это вот мазутная уже ванна. Что сюда попадает, то все умирает. То есть я лично сам снимал птиц мертвых, животных. То есть и доступ сюда свободный. Сюда может пройти даже ребенок. Здесь нет никакого ни забора, ни ограждения. Здесь нет ничего. Здесь есть охрана, которая охраняет якобы комплекс по переработке бытовых отходов. Запах непередаваемый, а в земле и вовсе вся таблица Менделеева, которая просачивается в грунтовые воды. Ведь дно оврагов никак не оборудовано. По краю видно, что жидкость испаряется. Уже не хватает около 30 сантиметров. Однако местные уверены, они появятся уже через пару дней. Ситуация осложняется тем, что рядом, буквально в 10 метрах вниз по склону, находится речка Листвянка. И ежегодно она выходит из берегов. Если поднимется на один метр, то она перекроет все вот эти отстойники, вся эта кислота и химия уйдет в аку. Однако овраг не один. Активисты обнаружили еще как минимум три аналогичных накопителя. Чтобы скрыть следы преступлений, предприниматели, по словам местных жителей, разрушили дорогу, которая проходила мимо свалки, а также плотину через реку Листвянку. В соседних зарослях можно обнаружить свалку пустых бочек, на которых написано, что их следует утилизировать как вредные отходы. Более того, мусорный полигон захватил небольшое болото, которое в период разлива подходит к березовой роще и крайним дачам кооператива, где проживает около тысячи человек. Отмыться вообще невозможно. Это настолько химия. Бензином ее нельзя отмыть, растворителем тоже не растворяют. Мазут такого уровня, что я его даже не знаю, как охарактеризовать. Его надо только скабливать, только механическими путями. На его берегу наша съемочная группа также обнаружила бочки и следы стока жидкости, сквозь которые растительность не пробивается. Само болото с краю покрыто толстой коркой, похожей на мазут. Сейчас ее пытаются спрятать. Засыпают бытовым мусором с помощью экскаваторов. При виде съемочной группы рабочие прекратили действия. Также стоит отметить, что в адрес активистов уже неоднократно поступали угрозы расправы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».